Мы находимся на площадке фестиваля «Окрашено», который в этом году уже проходит в третий раз. Два предыдущих года мы делали музей под открытым небом по адресу Фрунзе-5, а в этом году переехали в новый двор по адресу Романов-23. И в этом году создастся 15 новых арт-объектов от более чем 25 уличных художников из городов России и из нашего любимого города Новосибирска в том числе. В отличие от других городов фестиваль «Окрашено» совсем даже не коммерческий. И мы работаем за вот эту глобальную идею сделать наш город ярче, круче, сделать точку притяжения, куда могут приезжать ребята из других городов и просто увидеть все искусство города Новосибирска, сконцентрированное в одном месте. Ну и теперь уже в двух дворах, но мы все еще считаем, что это один большой музей под открытым небом. Вот сколько уже фестиваля идет, мы видим развитие уличных художников, то есть как будто бы вот пару лет назад еще было не так. То есть сейчас уже у многих есть вот свой выраженный стиль, как-то постоянно какие-то идут акции, мероприятия. То есть в общем-то это среда, среда уличного искусства, она выбирает обороты в Новосибирске и за счет вот таких фестивалей это великий вклад, конечно. Потому что мы поняли, что людям это нужно, людям это нравится, надо это делать. Город серый, насколько мне не хватает всего, потому что сюда заходишь, действительно, ощущение, что всего много и радостно, а потом меня ждешь дальше и все, пустота. Вот, поэтому нужно еще делать, конечно, кучу интервенций в другие районы, просто больше, больше стрит-арта. То есть я думаю, что должно быть, ну, как бы два-три таких окрашена в городе, чтобы вот эту потребность постоянного какого-то, ну, не знаю, культурного движника удовлетворить. Естественно, это возможность сделать свою работу, показать публике свое творчество, показать то, чем ты занимаешься. Но главная задача, мне кажется, которую решает фестиваль, это ознакомление горожан и людей с уличным искусством, с художниками, со стилями. То есть чем больше таких мероприятий проводится, тем хорошего мнения люди о художниках. Потому что, как правило, люди, которые рисуют на улицах, ассоциируются у многих с хулиганами. А когда люди приходят на фестиваль и верят, что дофига людей рисуют, что-то классное, то люди начинают разбираться. Здорово, что есть возможность порисовать, прийти легально, когда тебе организовывают все, тебе не нужно ничего делать, просто приходишь и рисуешь. Конечно, я рад за Сибирь, за то, что у нас проводятся такие фестивали, и когда я здесь, я с удовольствием принимаю в них участие. Мне нравится, что есть своеобразный, ну, так говорят, сибирский стиль сейчас модно выражаться. В целом, я бы сказал, что да, у нас наша школа достаточно сильно отличается от американской, европейской. Очень много эксперимента. В общем, в целом, такого я еще нигде не видел. То есть пока что, можно сказать, что до сих пор на таком начинающем уровне мы находимся. Но вектор у нас очень такой специфический, и он уже задан. Поэтому я думаю, что когда-нибудь можно будет сказать, что действительно есть сформированный, уникальный сибирский стиль. Сибирскими приехали впервые, и довелась такая прекрасная возможность еще и порисовать, оставить свой след. В этом городе. Занятие, которое плохое настроение превращает в хорошее, и для себя скорее, для души больше. Вкусство это классно. Оно, по идее, всем нравится. Люди радуются при виде круто нарисованных картинок. И я хотел бы, да, чтобы их становилось больше в городе, в мире, везде, повсюду. И чтобы люди научились более радостно на это реагировать. Такая коллаборация разных художников, разных уровней, возможно, на одной площадке. И коллаборация нас, как организаторов абсолютно разных мастей. То есть я художественную диаспору представляю, альтаиры административную. И мы вот делаем такой совместный проект. Меня это очень радует. Нас поддерживает все больше и больше администрация. Я вижу больше резонанс точно в административных кругах. Уже вопросов не возникает, зачем мы это делаем, для кого и что от этого города. И художников на самом деле больше заявок подает каждый год. Первый год мне пришлось приглашать всех, потому что никто не знал, что это. Второй год это было где-то там 20 заявок, а в этом году уже больше 50 было. И причем со всей страны, то есть про нас узнают вообще в разных регионах. Ну и конечно же мы получили в этом году хорошее спонсорство от Краски Артон. Это тоже немаловажно, потому что делать это все своими усилиями сложно. В этом году окрашено отличается от предыдущих, наверное, тем, что под одной крышей этого фестиваля собрались и художники-монументалисты, и бомберы, и райтеры. Все, в общем, есть возможность высказаться всем. Получились максимально разнообразные стенки, и это очень здорово, классно. То есть я думаю, что это окрашено отличается тем, что разнообразие авторов просто зашкаливает. Мне кажется, это самый яркий фестиваль, который проходит в Новосибирске. И хорошо, что он вообще проходит, но потихоньку, да, жители уже привыкают, уже есть возможность погулять по объектам, которые были сделаны в прошлых годах. И я думаю, это хорошая тенденция, и здорово, что мы потихоньку локации меняем, и больше, больше, больше картин появляется в Новосибирске. Значит, больше людей узнает о граффити, больше людей могут фотаться на ярких фонах, и просто такой интересный маршрут прогулки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok